Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей. И сегодня мы будем читать 30 главу этой книги. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, после того, как филистинский царь Анхус добился, чтобы они оставили его армию. Амаликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но ввели в плен и ушли своим путем. Секелак — это место, где Давид и его люди оставили свои семьи. И по настоянию Анхуса, царя филистинлян, они туда возвращаются, потому что их участие в военной кампании было нежелательно для филистинских кризей. А пока они участвовали в этом походе, амаликитяне напали на Секелак и взяли всех женщин и детей, в том числе и жен царя Давида. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывшие с ним, вопали, плакали, доколе не стало в них силы плакать. И взяты были в плен и обе жены Давида, а Хиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянина. Мы видим, как эти мужественные люди отреагировали на эту трагедию, как они рыдают, потому что их жены, их дети, может быть, их уже умертвили, может быть, принесли в жертву языческим богам Амалика. «Давид сильно был смущен, так, как народ, то есть его же войны, хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего». Действительно, в такой ситуации найти поддержку в людях было невозможно, потому что каждый из этих 600 воинов мог винить Давида. «Ты сам привел нас в землю врагов и даже пошел на войну с этими нашими врагами вместе с нами против нашего же народа». И, может быть, Бог за это нас всех наказал. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И мы не должны, братья и сестры, терять надежду на Господа, Бога своего, даже в самых тяжелых обстоятельствах, даже тогда, когда все отворачиваются от нас, и все ведут в нас с вами причину всех своих неприятностей. «И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахием Мелехову, принеси мне Эфот». И принес Авиафар Эфот к Давиду. «И попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это ополчение, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». Мы знаем, что один из камней находился у царя Саула. Я имею в виду камни у Рима Тумим. И в случае с Саулом мы уже прочитали с вами, что Господь не отвечал ему через этот камень. Возможно, что второй камень оказался именно у Давида. И Господь сказал ему через Эфот, «Преследуй, догонишь и отнимешь». Это были, конечно, слова надежды. Они смогут нагнать своих обидчиков. «И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Ассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Ассорский». То есть армия Давида разделяется на два отряда. Один — 200 человек, которые остались в обозе, а 400 воинов переправились через поток и гонятся за амаликетянами. «И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокф и две связки изюма, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид, «Чей ты и откуда ты?» Конечно, в запале военных действий эти люди могли не обратить внимания на этого человека, но они это сделали. Да, это египтянин, но когда-то и евреи были в Египте, принятые как гости. Да, египтяне потом изменили отношение к евреям и сделали их своими рабами, но какую ответственность за это несет этот конкретный египтянин? И они не бросили этого человека в пустыню, они накормили его, напоили водой, позаботились о нем, и сказал ему Давид, «Чей ты и откуда ты?» То есть Давид начинает общение с этим человеком не с расспросов, он сначала накормил его, напоил, позаботился о нем, и только потом расспрашивает, «Чей ты и откуда ты?» Тем самым Давид научает нас сначала протягивать руку помощи человеку, а потом уже что-то ему говорить. Поистине Христос, потомок Давида по плоти, поступает таким же образом. Помните, когда апостол Петр начал утопать, Христос подошел, протянул ему руку, вытащил его из воды, вел в лодку, и только потом спросил, «Почему ты усомнился?» К сожалению, мы не имеем такого характера, как у Давида, мы не наблюдаем в себе такой любви к ближнему, как у Христа. Мы начинаем с обличений, с расспросов, с обвинений, вместо того, чтобы сначала позаботиться о человека, а потом уже о чем-то спросить его. «И сказал он, «Я отрок, египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я заболел». Мы вторгались в полуденную часть Корети и в область Иудину, и в полуденную часть Халифа, «А Сакелак сожгли огнем». Вот здесь Давид узнал, что это тот самый человек, который вместе с амаликитянами участвовал в захвате Сакелака. Но не как захватчика, а как раб захватчика. Скорее всего, он работал в обозе, а когда увидели, что он заболел, его просто бросили в пустыню. «И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, то есть египтянин, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, я доведу тебя до этого полчища». Почему египтянин этот отрок так говорит? А ему трудно поверить. Ведь они захватили этот город, Сакелак. Они у каждого из этих 600 мужчин взяли в плен жен, детей, сыновей, дочерей, родителей у кого-то. И он не уверен, что его пощадят. И он просит, чтобы Давид поклялся именем Бога своего. Давид поклялся ему, и он повел его, то есть брошенный в пустыне, египтянин, оказался помощником Давида и его войска, 400 человек, в обнаружении их домашних. И вот амеликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. Почему они себя вели так беспечно? Потому что между ними и возможными их врагами целая пустыня. И найти их в пустыне было очень сложно, если бы кто-то не знал, где они находятся, в каком оазисе. и напал на них, и поражал их Давид до сумерек, до вечера, другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. Посмотрим истолкование. Это истолкование Григория Великого, двоислово, Папы Римского, который пишет, «Бедные и хворые, слепые и хромые, когда их призывают, приходят, потому что слабые и отверженные мира сего часто быстрее слышат глаз Божий. Ибо в этом мире нет у них того, кто их услаждает. Отрок, египтянин, у амеликитян, хороший тому пример, когда амеликитяне грабили и передвигались, он оставлен был на дороге больным, пледневшим от голода и жажды. Давид, обнаружив его, дал ему есть и пить, и как только он ожил, тут же стал проводником Давида, нашел предавшихся веселью амеликитян и храбро пошел на народ, бросивший его больным. Амеликитяне истолковываются как лакающий народ, то есть лакающие, как псы. И что же это означает, как не сердца, привязанные к земному, гоняясь за земными вещами, они словно бы лакали их, вылизывали, находя удовольствие лишь в вещах приходящих. Народ лакающий совершает, можно так сказать, грабеж, когда из любви к земному он извлекает выгоду из чужих потерь. Отрак египтянин оказывается оставленным на дороге и больным, потому что грешники, как только начинают слабеть от положения в этом мире, быстро становятся отвергнутыми мирскими умами. Давид нашел его, накормил и напоил, потому что Господь рукою крепкою, если приложить к нему значение имени Давида, не отвергает то, что отверг этот мир. Господь не отвергает брошенных этим миром. Он часто берет под свою благодать своей любовью тех, в ком недостаточно сил, чтобы угнаться за миром. И кто, скажем так, оставлен на дороге, им он, Господь, подает пищу и питье своего слова. Он будто бы избирает их своими проводниками по дороге, когда делает их своими проповедниками, и когда они доносят Христа до сердец грешников, то словно бы ведут Давида на врага и, подобно Давиду, обрушиваются на предающихся веселью амаликитян с мечом, потому что силой Господа они опрокидывают гордецов, которые отвергли их в этом мире. Итак, в этом истолковании мы видим прославление Давида. Он не погнушался этим человеком, он помог ему, и за это Господь послал победу Давида. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большего, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. Давид – это образ Христа. И если мы что-то теряем во имя Христа, мы это потерянное всегда обретем, как сказано в Слове Божьем, не оскудеет, рука дающая, и так же сказано в книге притч, пущенный по водам хлеб всегда возвращается к человеку. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнал его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. Далее рассказывается о том, как Давид уравнивает людей тыла с людьми, которые непосредственно участвуют в военных действиях. В нашей стране почему-то долго не замечали людей тыла, которые тоже выиграли войну, правда, потом изменили к ним отношения, им стали давать награды. Так вот, Давид – это первый правитель, который уравнял в правах и наградах тех, которые воюют непосредственно и тех, которые в тылу обеспечивают сохранность обуза. И мы читаем, и пришел Давид к тем двухстам человек, которые не были в силах идти за ним и которых он оставил у потока в Ассор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей ходивших с Давидом стали говорить за то, что они не ходили с нами, не дадим им добычи, которую мы отняли, пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. И, казалось бы, а им больше ничего не надо в принципе. Дети живы, жены живы, это же счастье, сыновья, дочери. Но Давид судит иначе. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас и придал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле, они не хуже нас. Действительно, победа куется не только там, где непосредственно сражение, она куется прежде всего в тылу. И во время Великой Отечественной войны очень многие люди в тылу, дети, старики, женщины, не отходили от станков, ночевали в цехах, чтобы обеспечить победу. И она ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. И вот Давид это первый правитель, который уравнял воинов с людьми, которые в тылу. Вот этот закон. Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после, и поставил он это в закон и правило до Израиля до сего дня. Так пишет пророк, написавший эту книгу. И пришел Давид в Сек-Лак, то есть он возвращается в тот город, где они жили у филистимлян, и послал из добычи к старейшинам Иудиным. То есть сердце с его народом он ничего не посылает филистимлянам пока. Друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятый у врагов господних, тем, которые в Вифилии и в Рамофе Южном и в Иотире и в Гефоре и в Аруэре и в Амаде и в Шифмофе и в Эстемуа и в Геве и в Кинане и в Сафене и в Фимафе и в Рахале и в городах Ерахмельских и в городах Кинейских и в Хорме и в Хорошане и в Атахе и в Хевроне и во всех местах, где ходил Давид сам и бывшие люди его. А о чем это? Давид вспомнил, кто его не предал на Святой Земле. Он вспомнил каждый населенный пункт, где его прятали от царя Саула, где ему помогали пищи, потому что Давид это человек, который умеет за добро воздавать добро. Впрочем, это был воин, который умел и мог за зло воздавать зло. и к и Продолжение следует...